Добрый день! Традиционное пятничное видео. Как и договаривались весь декабрь о планах и планировании. Логично говорить о планах на год, на 2018 год, но предлагаю поговорить не о техниках и технологиях. Это было ровно год назад, есть прекрасное видео и вот здесь по ссылке. А о подходе, о принципе. Я рекомендую в 2018 году опереться на один единственный принцип, принцип прожить год в собственном темпе. Не тормозить, не упускать возможности с одной стороны, но и не бежать в чужом темпе с другой. Мне вообще в отношении жизни не нравятся слова быстро и медленно, но тем не менее. Господин Шваб, создатель и директор Всемирного экономического форума, говорит о том, что в современном мире в 21 веке не сильно побеждает слабого, а быстро побеждает медленного. Из этого хочется сделать вывод, что нужно бежать быстро и даже еще быстрее, как в Алисе в Стране Чудес, когда ей для того, чтобы оставаться на месте, нужно было бежать со всех ног, а чтобы двигаться вперед еще быстрее. С другой стороны, Милан Кундера говорит очень точно. Он говорит о том, что когда мы начинаем спешить, мы начинаем сомневаться во всем, прежде всего в самих себе. Так вот, мне кажется, собственный темп это не про быстро и медленно, потому что быстро не всегда означает успевать много, а медленно не всегда означает успевать мало. Мне кажется, в своем темпе это о том, чтобы продвигаться вперед, видеть свой прогресс, но при этом иметь достаточно времени для сегодня и сейчас, главными врагами которого традиционно являются прошлое и будущее. Жить в своем темпе означает получать удовольствие от того, что ты делаешь, от каждого успеха и от процесса на пути к этому успеху. Жить в своем темпе это означает не испытывать ежедневный стресс от того, что ты что-то не успеваешь. Жить в своем темпе означает иметь время на действительно важные вещи, на близких людей, на семью, на друзей. Жить в своем темпе означает не оглядываться на других, на успехи других, на темп других и не пытаться их догонять просто потому, что они рядом и бегут быстрее. Жить в своем темпе совсем не означает упускать что-то, скорее наоборот. Жить в своем темпе означает находить и ценить. Это как в спорте, где для того, чтобы пробежать полумарафон или марафон, нельзя придумать себе пейс и пробежать с ним. Можно себя подготовить к определенной скорости и только если ты по-настоящему готов, если твое сердце готово, если твои ноги готовы, то ты сможешь пробежать марафон в удовольствие, не превратив это в пытку. Для того, чтобы пробежать полумарафон или марафон в удовольствие, нужно хорошо знать себя, нужно постоянно растить себя, по-другому не бывает и нужно не пытаться бежать за пейсером, за человеком лучше подготовленным, просто потому что тебе хочется чуть-чуть быстрее. Любая попытка вывалиться из собственного темпа, любая попытка взять чужую скорость приведет к тому, что очень быстро организм закислится, дыхание умрет, сердце перестанет справляться и в лучшем случае это будет крайне тяжелый маршрут, очень тяжелый забег, а в худшем случае придется зайти с дистанции. Взять чужой темп это означает находиться все время в стрессе, ничего не успевать, быть все время недовольным собой, не находить времени на действительно важные вещи, которые или вообще перестать слышать свое тело. Очевидно, что жить в своем темпе это лучшее из решений, но тем не менее практически все мы либо слишком быстро бежим, либо очень медленно бредем. Ключевая проблема это наши страхи. Для кого-то страх начать двигаться вперед, а для кого-то страх отстать от лидеров гонки. Из этого очень простой рецепт. Для того чтобы жить в своем темпе нужно управлять своими страхами. Ровно об этом огромное количество книг, огромное количество практик, курсов, где по большому счету речь идет об успокоении головы, об управлении своими эмоциями. Одним из основных инструментов является медитация, одним из способов медитации являются длинные циклические виды спорта, бег, плавание, когда ты попадаешь в определенный ритм и отключаешь голову. Декабрь – идеальное время для того, чтобы притормозить, хотя на самом деле хочется ускориться. Декабрь – идеальное время для того, чтобы притормозить, потому что ровно в декабре мы закладываем какие-то основы на следующий год. И это идеальное время не потому, что удобно, а потому, что нужно. Есть несколько очень хороших книг о том, как притормозить. В принципе, искусство притормозить, мне кажется, будет одним из главных искусств 21 века. Рекомендую всего две книги – Эгар Толли «The Power of Now», которая про голову, и Карл Анаре, которая называется «Без суеты», которая про более прикладные штуки. Притормозите, осмотритесь вокруг, прислушайтесь к себе, найдите свой собственный темп. И только вперед!